Я вас приветствую! Показываю, чем я поживилась за 5 долларов. Вот такой поясочек, который мне надо было для моей размахайки. Я очень рада, что он мне попался, что он на мне сходится довольно свободно и хорошо. Ну, вот тут какие-то эти, ну, это не важно. По цвету мне подходит. Знаете, такой очень даже подходящий поясочек в хорошем же состоянии. Совершенно нигде ничего нет на нем. Практически как новый. 5 долларов всего. Я очень рада, что он мне такой попался. Поясочек. Так, следующее, такая вот сумочка. Ну, как я всегда думаю, говорю, сумочек много не бывает. Бренд ее называется Whistle. Если кому интересно, вы можете взять и просто посмотреть в интернете, что это за бренд. Сумочка новая. Ей никто не пользовался. Она пахнет, как из магазина. В ней там, да вообще, никто никогда ничего туда, как бы, хотел сказать, не положил. Ничего нигде не потерто. Ничего нигде... Ну, новая совершенно сумка. Совершенно новая. Вот что называется. Все эти там ремешочки, цепочки, все нигде, ничего, ни царапинки нету. Никакой. Совершенно все. Застежка. Вот такая. Абсолютно новенькая. Дайте. Так, класс. И по цвету мне подходит. И по форме я ж такую хотела. Вот такую маленькую, небольшую и практически плоскую. Ту, которую я купила, так сказать, перед закрытием, она сильно большая. Я ей практически не пользуюсь. Мне ничего такого... Так, я так хочу достать. Я ничего такого не ношу, как сказать, с собой. И она мне как-то и не годится. Эта сумка, вот я думала, что она мне будет такая очень полезная. А оказалось, что нет. А вот это класс сумочка. Кожзаменитель. Это сделано из кожзаменителя, но сделано под кожу, как под дорогую сумку, потому что это не дешевый бренд. Угу. Ну, а сейчас я вам продемонстрирую это все, так сказать, в действии. Демонстрирую на себе. Бабушка, а хоть и старушка, 70-летняя. Ой, скоро уже будет 71. Весной вашей. прикупила себе за дешево на летний сезон. Ну, кофточку вы видели невесомая, 5 долларов. Ой, как она мне нравится. Это вообще, как будто на тебе ничего нет. Сумочка подходит под кофточку. Так классно. поясочек. ой, как я его долго искала. Я там перемеряла. У него такой же ящик, ну, вы видели, в каком-то видео я показывала. И там эти сумки, там эти пояса. И вот я первая, первая с автобуса и туда, в этот ящик. Там и сумки, и пояса. Пояса разные были. Причем были пояса из дорогих магазинов. Ну, на фигуру не подходят из дорогих магазинов. И по цвету не такое. И я бы сказала, было два таких пояса, которые мужские. Это под мужские брюки. А это ж такой тоненький, такой женский поясочек. И по цвету мне как отходит. Смотрите, какой я себе ансамбль. Пять долларов и пять долларов. Ой, сумочка новенькая. Клад. Вообще ей никто не пользовался. Это очень видно. Знаете, тут вообще никогда ничего не было. Запах такой новой сумки, как из магазина ее запах. То есть эту сумку вообще никто никогда не носил. Я пошла. Я же там не просто так покупаю, что попало. Нет. я набираю все, что мне надо, сажусь там на лавочку, телефон и начинаю смотреть каждый бренд. Пошла посмотреть этот бренд же выцел. А там цена на сумочке. Самая дешевая, которую я увидела там, была 55 фунтов английских. То есть на нашей это где-то получается один к двум. Самая дешевая. То есть на нашей это 110 долларов. вот так вот на нашу, да? Вот и платишь 5 за новенькую. Потом я, когда пришла домой, думаю, а ну-ка я посмотрю, не продается ли у нас такая сумочка или подобная ей этого же бренда на нашем интернет-аукционе на новозеландском. Пошла. Нашла. И оказалось абсолютно такая сумка только белого цвета. И написано никогда не использовалась эта сумка. Купила, никогда не использовала. И цена ей поставлена первоначальная 40 долларов. То есть человек купил, никогда ей не пользовался и ставит ее 40 долларов. А купил явно дороже. Поэтому даже если она 40 долларов, а я ее купила за 5 долларов, товарищи, она такая удобная, даже удивительная. А я порылась в этом ящике, там выбрала поясочек. Значит поясочек безфамильный, фамилии нет никакой, но он практически новый, потому что на нем нету заломов, нету царапин, нету вот это вот на металле поцарапанной. Сумка, сумка тут нигде нету никакой ни царапинки ни одной, ни потертости, ничего нету. И я значит все это беру, то, что я хочу. То, что мне не надо, я назад выкладываю. А то, что я хочу купить, там все так. Кто в вещах роется, тот вешает себе сюда на руку или там кто на плечо вешает, кто куда. А я сумку на себя, пояс в сумку и пошла шищу порыться там по этим самым, по вещам. Но там было сегодня много людей, потому что он, видать, всем отправил это сообщение, Найджел, ну, этот мужчина, который там этим руководит всем. и все прибежали, все прибежали. И я смотрю, я когда подошла утром, сразу туда посмотрела, это все нашла, сумка висит на мне, пояс на мне, но я так чуть-чуть, чуть-чуть посмотрела и думаю, я пойду на рынок, а то пока тут буду стоять, устану, потом на рынок не дойду, я же там не видела его еще какое. А и смотрю, а под столом у него, кроме того, что на столах выложено, под столом у него еще было, наверное, мешков 4 или 5, вот этих черных, знаете, как для мусора, полных. И я думаю, я сейчас пока похожу, тут люди подраскупят, а он что-то новое выложит, оно так и есть. А люди, знаете, берут, берут, по несколько, по несколько, потом, я думаю, там были женщины, которые, наверное, они могут потом это продавать на интернет-аукционе, а может, у кого-то магазинчик свой, здесь же есть такие магазинчики из секонд-хендов, так что ж не купить по 5 долларов, а там они выстоят 15-20, там смотришь, и вот это на мне эта сумка висит, в сумке пояс, но потом, я думаю, пойду, подошла к нему, отдаю ему 10 долларов, показываю, что две вещи, он говорит, две, да он там тебе не будет тут высчитывать, там высматривать, знаете, он, наверное, его покупает за безценок, там может этот мешок за 5 долларов, мы ж не знаем. я пошла, пошла, походила, походила, походила по этому рынку, закончила, а потом, возвращаясь назад, и думаю, вот пойду сейчас еще, так сказать, пороюсь там, подхожу и смотрю, вот этих мешков, уже которые были у него под прилавком, нету, значит, их все уже выложили туда, ну, я порылась, порылась, ничего не дошла такого подходящего, на свой размер, я теперь смотрю, знаете, больше как бы так, ну, а нашел, я и раньше так смотрела, и сейчас я смотрю на свой размер, ну, ничего такого подходящего не попалось, я-то смотрю больше такого, как бы это, летнего, летнего сезона, летнего, а у него, такие там, зимние, то куртки, очень много брюк, очень много брюк разных, юбки есть, потом платье там есть, халаты попадались, даже попалась такая одна юбка, знаете, вот такая, как задавеска, и ее надо вот так вот, вот так вот на себя завязывать. Так что интересно, когда я туда шел, сто процентов, когда я шла сразу первый раз, я ее видела, эту юбку, а потом, когда я уже вернулась, ее купили. Ну, она такая, из чистого шелка, юбка. Ну, знаете, тут есть такие женщины, которые вот так вот запахнулся, вот тут завязал. Это не то, что на пляже ходить, она как юбка, как юбка пошита. В общем, вот так вот я отоварилась. Смотрите, как оно и по цвету подходит. Ой, а холодно, холодно. Я даже в колготах, в колготах утром пошла. Перекодеваю раз в 10 лет здесь, и то в зимнее время. А сейчас уже второй весенний месяц, холодно было. Но сегодня, сегодня, уже вот сейчас, днем, я смотрю, ветер этот сумасшедший из Антарктиды прекратился. По-моему, прогноз погоды нам обещал к среде уже. Сегодня, нет, у нас сегодня еще воскресенье. Ну, там понедельник, вторник, может быть, еще что-то такие ветер. А потом будет что-то потише. Ой, товарищи, ну, в общем, я довольна. Я у него спросила, будет ли он на следующее воскресенье. Он сказал, да, будет. Теперь у меня будет опять работа. По воскресеньям ездить в такопутно. Ты вылавливай там. Знаете, сумок никогда не бывает много. Ты подумаешь, если так вот попадется какая-нибудь еще, знаете, может и подороже. Так я ее и попродам, а что нет. А, кстати, этот бренд, так там сумки и 200 фунтов есть, и 150, и 100. Пойдите, просто посмотрите сами. Напишите это название и пойдите, посмотрите, какая там цена. Бабушка прибарахлилась, а лета нет. То есть я прикупила все на лето, на лето еще нет. Ну, будет, будет. Я вообще люблю такую погоду, как сейчас. Когда ты на себя что-то такое и пошел. И тебе не жарко, не холодно, тебе комфортно. А вот когда жарища такая, то это уже похоже. Ой, ну, кофточка, боже мой. Какая я мудрая, что я ее купила. И сумочка. Так вот, да, что я хотела сказать по поводу сумочки. Что я же ее так на себя напялила, расплатилась и пошла. А за спиной у меня вон там этот стоит, рюкзак. Ну, не рюкзак, а это вот. Сейчас покажу. Да, вот это ж. Вот эта сумка я когда-то ее покупала, да, вы помните. И она у меня висит за спиной. Сантиметр тоже был. С собой брала. Для того, чтобы, ну, ты ж не можешь там. Все же ты нашел какие-то вещи, что ты, ты ж не будешь их там на себя. Там, ну, сразу сантиметром померяла. Что там ее даже на себя прикидывать. И не прикидывать. Люди стоят, что там прям рядом меряют. Вот. И я эту так повесила ее на себя. Там у меня за спиной я эту повесила. Слушай, я тебе хожу и так классно. Ты ходишь, и она тебе прямо незаметная такая. Она тебе, ну, она правда ж пустая, конечно. А я ж сюда положу водичку, телефончик, еще там ключи и так далее. Она станет потяжелее. Я хочу вместо бутылочки, все-таки бутылочка это много воды. Я хочу купить себе такую плоскую фляжечку маленькую. Я здесь видела в магазине, но он, его нет здесь у нас в Сити, в Стивенс. Я там видела такие, знаете, вот такая с ладошку фляжечка. И она так закручивается. И в нее можно набрать водички, она и не тяжелая. Правда, она металлическая. А вот не знаю, надо посмотреть. Может быть есть какая-нибудь такая легенькая. Ну, в общем, это у меня такое вот. Ой, класс. Я довольна своими покупками. А если вообще, что это всего за 5 долларов сумочка. А кустик укропа стоит 3 доллара. Который я купила на балконе стоит. И это ж, ну, я уже помыла, не буду, как он этот, спаржа, спаржа. Два этих пучочка, которые я купила, 4 доллара. Да, сумочку такую можно купить. Сумочку и поясочек. Так что на следующее воскресенье опять туда намыемся. Надо оставить пораньше. Ой, теперь рынок сделали, по-моему, с 8 до часу. Или с 7 до часу. Раньше он был с 6 до 12. А теперь там новый начальник. Это я на Фейсбуке вычитала. Перевладелец этого места всего. И теперь до часу. Я надеюсь, вы тоже повеселились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова